Всем привет! С вами магазин 3D Shop.ru. Меня зовут Завилов Фидель и сегодня я вам расскажу про рюкзак фирмы Татонко, модель Bison 90. Флагманская модель этой фирмы отличается очень хорошими характеристиками, предназначена для долгих многодневных походов, для трекинга, для подходов каких-то, применятия в любых видах круизма. Рюкзак сделан из очень прочной, качественной лицензионной ткани фирмы Картуро 700D. Вся фруктура соответствующая. Сразу я говорю, что цена этого рюкзака больше 16 тысяч. Это говорит о том, что это флагманский рюкзак на самом деле. Основу этого рюкзака составляет прогрессивная система жесткости, это каркаса, так называемая система X1. Здесь каркас, руки каркаса латы, каркасы бюралевые, в форме X1 и основания, то есть они профилированы анатомически. И крепятся на кармашках в поясе. То есть вот в поясе здесь у нас такие карманы, и латы оканчиваются именно в этих карманах. Также у нас есть пластина из полиэтиленов. На этой пластине я потом ее покажу. Пришиты так вот стропы. В этих стропах расположены эти самые углаты. Регулировка плечевых рюкзак ступенчатая. Происходит методом пристегивания точки крепления плечевых рюкзак. Затем есть у нас силовая ручка, очень крупная, несущая здесь внутри в шипе щеления. Есть два уровня крепления противооткидывающих рюкзак, то есть в зависимости от роста вы можете перечеркнуть либо наверх, либо просто ниже немного. Внутри, по всей внутренней поверхности, которая прикасается к телу пользователя, у нас сетка 3D-мэш сетка, причем она разная. То есть сетка имеет разную фактуру, в разных местах, видимо, это связано с разной интенсивностью отделения тепла и воду. А возможно, просто это для эстетического выведения, то есть для эффектов сделали так. Затем существует два ментиляционных каналов, то есть вентиляция спины продумана довольно неплохо. Сюда у нас к спине, к основной точке воздух может поступать вот по именному каналу. Также посередине основной кристичной подушки есть канал, через который также будет уступать воздух и выходить излишки тепла. Сами подушки достаточно толстые, то есть рассчитаны, видимо, на очень тяжелую нагрузку. Ну, рюкзак и так, в принципе, рассчитаны на большой вес. Здесь порядка, наверное, 25 мм наполнитель, плотностью как такая легкая пенка. И что интересно, замечу, наполнитель, мягкий вот этот, дополнитель входит относительно основного ремня вот этого жесткого. То есть он вот так двигается. Я не знаю, насколько это практично, то есть он в итоге может сдвинуться настолько сильно вбок, и на плечи уже, на мышцы будут идти нагрузки непосредственно вот этого жесткого ремня. То есть если вы как-то там подвинетесь, ну, видимо, это нужно будет контролировать. Затем существуют петельки вот здесь такие для крепления какого-то дополнительного оборудования. Это можно убираться в телефон, либо это могут быть петли для разгрузки рук. Грудной стяжной ремень регулируется по высоте, вот таким образом, плавная регулировка его. Пряжки, паста вот здесь со свистком, это громкий свисток. Есть эластичный компенсатор на грудном стяжном ремне. Все стропы ходят идеально. Регулировка очень четкая, ничего не продравливает. Очень все плавные плавные, все это входит. Пояс имеет жесткую систему крепления. Ну, это естественно, потому что, еще раз повторюсь, каркас приходит в пояс. То есть на теле человека, примерно вот эти места, как раз основная нагрузка будет приходиться на вот эти бедренные кости. То есть где расположено, во-первых, центр тяги с человеком, где самое оптимальное место для нагрузки. Жесткость пояса. На полныте, во-первых, там тоже разные плотности. С нижней стороны по жестчей полныте, ну и, естественно, с другой стороны по мягче. Фиксируется пояс на фастерс. То есть зафиксировали, а регулировка происходит от себя. То есть две пряжки, как положено, уже на самом поясе. То есть как раз затянули. Удобнее. На поясе также у нас есть ямочки для крепления. Сюда вы можете подвесить какие-то карабины. И уже, то есть сама ямочка никак от пояса не отходит. То есть карабин всегда с размаху вы застегнуть тут можете. Ну, я думаю, сюда можно подвесить уже отдельный карабин. И в этот карабин уже вы стёгиваете что-то там, какие-то оттяжки или что-то такое. Ну, при движении технически сложим участок. Затем можете отрегулировать здесь. У нас регулируется натяжение уже пояса и каркаса. То есть вы здесь пряжка и регулируете натяжение каркаса. Также здесь есть пряжка для нормировки прилегания пояса к телу люкзака. Затем пояс снизу у нас обшит тканью. Это та же самая кардура. Нижняя часть пояса и в ясничной подушке обшит тканью. Всё это сделано для того, чтобы, когда вы ставите рюкзак на грязь или куда-то на грязную мокную траву, чтобы первая сетка не забивалась, ну и впоследствии потом не пачкал вас же. Дно из той же самой кардуры, из которой сделан основной рюкзак. Здесь вдоль дна, сейчас я сразу по одну раз начну пройдущик. Из какой-то другой аналогичной ткани есть усиление по всему дну. И есть так же силовая ручка по воду. Так, сразу скажу, что рюкзак можно разделить на три части. То есть, верхняя часть, это тупус классовый, всё это сделано. Средняя часть, которая имеет свой отдельный вход, я сейчас его покажу. И нижняя часть, которая тоже имеет отдельный вход. То есть, у рюкзака фактически три входа. Сверху, середины и снизу. То есть, вы можете в любой момент попасть в основное отделение рюкзака без проблем. На фасаде рюкзака у нас красуется такая ледавная надпись BISOM 90. Очень таким прикольным шрифтом. Есть карман с такой красной молнией, чтобы его было видно. Объём кармана, он не вспухающий, просто плоский карман. Сюда вы можете положить какие-то документы, карты, что-то плоское. Затем, здесь есть петли для крепления дополнительного какого-то оборудования. При помощи шнурков или строк, вы можете закрепить двухсторонную петлю. Какую-то пенку или что-то ещё, верёвку на внешней стороне. И есть петли для крепления горного оборудования, бедорубов, либо ледового инструмента, либо драгинговых палок. На боковой части у нас две утяжки, которые на пастыксах две утяжки. На концах строп есть такие липучки для фиксации. То есть липучки вы можете свернуть. Либо свернуть эти стропы таким вот образом и зафиксировать излишки стропу, чтобы они не болтались, чтобы они не мешались. Вот такая вот колобашка. Либо эту же колобашку прилепить сюда, к стропе. Внизу, в боковой части, есть объёмные карманы, ограничивающие. Карманы у нас с отверстием. Здесь, в этой части, в направлении пояса, у нас отверстие. Это отверстие для вывода лаги. Чтобы карман не заполнился водой. В эти карманы вы можете вставлять какие-то каркасы, например, у палаток. Либо это может быть удочки, либо ещё что-то. Какие-то длинные вещи. Возможно, это лыжем могут быть. Длины ремней, в принципе, достаточно, даже больше, чем достаточно для крепления стандартной карманы. Затем, ну, вторую, вторая карманы у нас точно такая же. Клапа. На клапанке есть крепления, вот такие вот пластиковые пряжечки. Сюда можно пройдить какие-то стропы, ну, и крепить тоже баллонный груз. Тут у нас есть пряжки, пряжки, которые держат сам клапан. Они пришиты не к низу клапан, получается, а пришиты вот здесь. И стропа прокета в щель, ну, это довольно интересное решение. Ну, из-за этого, получается, вы можете притянуть клапан. То есть, когда ремзак у вас будет неполный, вы можете притянуть клапан максимально низкой для этого. Затем, чтобы разобрать все это дело, здесь стропы прошиты, причем прошивки довольно плотные. Сейчас я попробую вытащить. А, вытаскивается это все легко. Да, вытаскивается довольно просто. То есть, если нужно, клапан вы можете так же снять. Клан на клапанке двузамковая молния, удобные классиковые ухваты. Ну, в перчатках, я думаю, брать их будет не очень удобно. Затем, на клапанке есть вот такие вот перегоночки. Ну, они сделаны для того, чтобы, когда у вас ремзак лежит, вот таким образом, да? То есть, вы открываете клапан, и у вас все барахолы, которые внутри находятся, не вываливаются. Тем самым, как для кусочек получается. Есть также коробильчик для крепления ключей или ценных вещей. Есть еще один карман из сетки для каких-то важных мелочей, либо для документов. Затем, так, ну, во внешнем, наверное, немножко, вроде, все прошли. Отстегнем клапан, сейчас посмотрим, что у нас. Вот клапан. Под клапан у нас есть вот такой карман для аптечки. Вот, он ярко-красный. Честно говоря, я не до конца понимаю вот надобность вот этих всех надписей. То есть, если я положу в карман аптечку, я же не буду знать, что там аптечка. А для кого это все эти надписи, тоже непонятно. Причем, они вот в описании так указывают, что есть карман для аптечки. Не понимаю. Ну, ладно. Везде есть. Тут надпись. Первая помощь, там, все такое. Затем, есть утяжка. Из узенькой 20-ти литровой стропы, тоже напасывающей. Высота тупуса, можно было бы не больше сделать. А, высота тупуса порядка 20-ти сантиметров. Утяжка очень легкая, простая. То есть, на самом деле, можно все это делать и тянуть. Здесь из реверса, то есть, не борются. Снутри. Так, внутри у нас ничего нет. Утяжка, и здесь такая, и здесь утяжка. На внешней стороне, я не сказал, вот на внешней стороне очень стильно сделана силовая ручка. Здесь вставка из красной тропы, что делает ее более заметным. При загрузке, погрузке, если вы ее найдете. Так, теперь пройдемся по внутренней части. Вот у нас есть основной вход, мы посмотрели. Сейчас посмотрим, мы второй вход. Так, вот у нас вставочный рюкзак в полку срузобидой. Нам нужно попасть внутрь рюкзака. Чтобы попасть внутрь рюкзака, нам нужно сделать несколько манипуляций через этот центральный рюкзак. Во-первых, нам нужно отстегнуть фастексы боковые. То есть, этот момент, если у вас в дуку прицеплен какой-то груз, то соответственно, она отвалится. Потом, нам нужно отстегнуть фастексы, которые держат клапан. Раз, два, нужно четыре фастексы отстегнули. И потом, нам нужно скрепнуть с этой стороны, соответственно, группы, боковые фастексы отстегнули. То есть, все, мы четыре фастексы отстегнули. Теперь, здесь большая, десятый номер молнии. Причем молния, кстати, вы сюда можете повесить замочек. Здесь такие еще. На молнии есть такие петли. Соответственно, можно повесить какой-то замочек. Заблокируют окончательный вход. Двух замковые молнии, мы вот так его открываем и попадаем в ную. То есть, чемоданного типа входа получается. Но, что примечательно, чтобы его открыть, он все равно открыт клапан. И в итоге клапан он поймет у вас вот так вот. Так, чемоданного типа входа вот так мы открыли его. Вот сюда. Открываем, сразу видим здесь карман, сеточки. Довольно объемный большой карман. Сюда можно положить какие-то вещи, которые вам первые необходимые вещи. И также есть у нас внутренняя часть утяжек. Ну, как бы чемодан. Когда мы вещи все упаковали, все это дело удянули на пластексах. Вот минус этих утяжек, когда вы рюкзак только начинаете грузить, они внутри, в внутреннем объеме болтаются и мешаются, как и по грузству. Вот реально. Так. Сразу делаю наши вытащи, но я вам покажу внутреннюю часть рюкзака. То есть эта пенка была для наблюдения объема. Это не обладает. С внутренней части рюкзака у нас мы можем добраться до самого сердца рюкзака. До каркаса, который подает жесткой силы. Здесь по всему периоду у нас такая форма, мы ее расстегиваем. Соответственно, убираем ее сюда вниз. Я думаю, многие будут интересны, что там все-таки внутри. Внутри у нас вот такой лист. Причем у него есть уже форма, ему задана форма. Я вот понимаю, либо это самому листу задана, либо это каркас задает форму листу. Скорее всего, каркас. Лист примерно толщиной, где-то, наверное, около миллиметра. То есть это полиэтилен. Есть отверстие для вентиляции, ну и для облегчения веса. Затем внутри у нас, я не буду его полностью разбирать. Видно здесь вот, в X-образом, в форме X-а, строчки. То есть эти строчки пришивают карманы из строк. И в эти карманы уже проходят цельный пенелад. Также у нас есть для продания жесткости поясницы. Есть вот здесь вот карман, который он тоже выставлен на биралевую ладу пластинку. Вся эта пластина греется на липунах. Ну, при желании, я думаю, можно все это дело разобрать. Тут довольно все надежно, довольно можно греется. Также еще там есть, ну, кроме антипластины, в спине есть еще пена. Ну, порядка, там, где-то 8 миллиметров для дополнительной мягкости. Так, вот был такой рюкзак. Обзор Бризон 90. Вот, сферимый Тантомка, немецкий первый. Рюкзак для экспедиции, для сложных трекинговых походов. Вес этого рюкзака, то есть, производитель не экономил, 4 килограмма, 100 грамм, если же не подводит меня память. Что для такого рюкзака, я считаю, что, по-моему, многовато, честно говоря. Здесь можно было реально сэкономить на весе, на каких-то вещах. То есть, вот, например, ручки у них из таких технологичных тканей, но ткани, они реально тяжелые. Усиления на дне есть, такие усиления, но они реально тяжелые. То есть, можно было что-то использовать полегче, но тем самым сэкономить на весе. Ну, кто-то любит, кто-то не экономит, а если для кого-то важна прочность и качество, вот, для таких людей, видите, рюкзаки. Бизон 90, от фирмы Тантомка. С вами был в магазине Киписшоп.ру, меня зовут Завилов Кутель. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!